Я вам пишу портрет настоящего мужчины Пожалуйста, не думайте, что настоящий мужчина это гламурный перец На крутой иномарке нежный, такой же манный, который так любит за вами ухаживать Да нет, настоящий мужчина в миру жесток Имеет проблемы с банками, ездит на нормальной машине Пускай это даже будет не крутая иномарка Ну и совершает определенные мужские поступки Мужской поступок это не только посадить тещу, домик построить, ну и все остальное Настоящий мужчина может съездить из Владивостока до Магнитогорска Да, и только раз в жизни он, желательно раз в жизни купит супруге норковую шубу Потому что все остальное, точнее все остальные деньги и усилия он потратит на другие, более мужские вещи Как настоящий мужчина может избежать многоразовой покупки норковых шуб Вот для этого он посмотрит нашу сегодняшнюю передачу и объяснит супруге Что такая дорогая и ненаглядная шуба, дорогая наша ненаглядная супруга Должна быть не дома в вешалке, а здесь в химчистке, в камере хранения Ох уж эта реклама Она бесспорно двигатель торговли Но только в ней шуба выглядит безупречно В быту шуба висит в шкафу или на вешалке И надевается только зимой или для променада Шуба, которая стоит как автомобиль в некоторых случаях и даже дороже Хранение шубы дома и это не транспортировка до продавца в стерильном для микроорганизмов и насекомых карго И мы естественно живем в окружении вот этих мелких таких тварей И другой прочей шняги Видеть которую мы не можем И она отлично нами питается Но мы живые кормим их отмирающими клетками А шуба то и так не совсем живая Поэтому прогрызть ее им милое дело И можно было бы козырнуть знанием закона Гесса Но мы попроще Ни одно насекомое не переваривает минусовые температуры Да замернет оно нафиг Поэтому мороз для шубы самое то Но мороз и холод не пропитанного вкусом пищи холодильника И есть в городе специальное для этого место Химчистка лебедь взяла на себя такое обязательство Обеспечивать сохранность вашей шубы Конечно шуба стоящая десятки то и сотни тысяч рублей Должна находиться под неусыпной охраной Да так то оно и есть Просто так в эту камеру не зайти Она не перегреется и не отключится Да мало того Перед тем как и в случае загрязнения Здесь же в химчистке лебедь шубу очистят и помоют Есть тут естественно и такая служба И в нужный момент Начало сезона Шуба то как новенькая И все таки мы предпочитаем меха Ну это нормальное явление Женщина в красивой шубе смотрится эффектно Всегда и везде Ну зима у нас не всегда А это только полгода Потом шубу вешаем На вешалку да? Дома Что с ней случается? Ну во первых Может как говорится Личинки завестить малевые Повредить мех Когда осенью человек одевает Мех начинает сыпаться Иначе малевые поели Лучше сдать чистку Почистить грязные А что можно разве шубы почистить? Да Чистятся они очень хорошо у нас Норки Все благородные Меха Можете почистить И сдать у нас на хранение Мы даем 100% за хранение Гарантию От наводнения От кражи И от всяких Повреждений А чем отличается домашнее хранение От вашего хранения? Ну во первых здесь специальная Камера Там температура стоит Чтобы не завелись Никакие личинки И не используется Вот этот мех Но шуба же это не только мех Это еще и кожа на которой Крепится сам мех Оно же тоже высыхает кожа Я так понимаю? У нас нет У нас и кожа хранится хорошо Можете кожу Конечно вот особенно Кожаные изделия Это можете сдать Мы их почистим И как говорится Покрасим Протонируем Тоже можете у нас их хранить И сдавать У нас конечно желательно Весной сдать Но не до осени Особенно осенью Приносят нас вещи Трудно вводимые пятна Они могут не уйти И нам очень тяжело С ними работать Желательно Сняли вещи Сдать в химчистку Сколько может Тогда шуба прослужить? Вот Обычагновенная шуба Ну 5-10 лет В зависимости от эксплуатации Если шуба у вас хранится Она может прослужить дольше? Да На сколько примерно? Ну я думаю Даже лет 10 Можно проносить При интенсивной эксплуатации шубы? Если правильно хранить Вовремя ее очистить В химчистке Как говорится То она может прослужить Очень долго Да и вообще Без химчистки Жизнь конечно не заканчивается Но жизнь некоторых вещей Которые по сути Там можно и очистить Вот им каюк И если грязь не берут Интеллектуальные молекулы Или компьютерные мускулы То голова и руки И приспособы специальные С этим то справляются И вот вам реальная экономия Вещи в химчистку Не угораем на электроэнергии И расходе воды Не материмся над пятнами И не ломаем свою голову А также не портим психику Молодого поколения И вещи любимые Дорогие Не очень Не выкидываем Обращаемся сюда Как это делают умные люди Я честно говоря Тоже вот предпочитаю Как бы ну стирать все дома Но не все же можно дома постирать Правильно? Да, например одеяло меховое Невозможно дома постирать Даже пытаться по-моему не стоит Да? Ну конечно Зачем гробить свою машинку Стиральную Средняя стоимость нормальной шубы Не того дерьма за 30 тысяч А нормальные шубы Это 150 тысяч рублей Может быть и дороже Если действительно это стоящая вещь Сами подумайте Две и сто пятьдесят Разница Ну скажем так даже не в разы А у хамызда Сто пятьдесят тысяч за два-три года Можно легко То есть экономическая выгода Вполне очевидна Мало того Вы не забывайте Что есть такие жулики Воришки там Ну понятно Так они первым делом Это норковую шубу У вас из дома волокут А здесь шуба под охраной И в начале сезона Вы ее спокойно надеваете При этом она не пострадала Она чистенькая Такая же свежая Такая же новенькая Естественно где она может храниться В таких замечательных условиях Здесь на московской 5 Это старая добрая химчистка Привозите свои замечательные шубы На длительное хранение И естественно экономьте деньги На следующих шубках